Сегодня мы сразу начинаем с аудита кода. Сегодня снова C++. Смотрим ровно то, что нам присылают. Java нам что-то мало присылают. Я пытался найти Java-овский код, порецензировать, но что-то он не очень находится. Узнал, какая-то C++ на C-sharp аудитория у нас тут собралась. Но я еще попробую чего-нибудь Java-овского нам найти. Ну, не принципиально. Я напомню для тех, кто впервые с нами, что я стараюсь разбирать код безотносительно каких-то языковых вещей. Стараюсь максимизировать обсуждение каких-то проблем в коде, возможности для его улучшения, которые не зависят от языка программирования. C++, C-sharp, Java в некотором роде похожие языки. Есть, конечно, много каких-то локальных нюансов, но, тем не менее, я по-прежнему думаю, что какой-нибудь C-sharp-ист, пришедший посмотреть на наш разбор C++ кода, найдет для себя много нового. Естественно, от каких-то прям вот вещей-вещей, которые касаются C++, мы не сможем каждый раз уходить, но все равно я стараюсь советы давать максимально обобщенно, максимально фундаментально, независимо от языка программирования. Сегодня мы смотрим некий менеджер задач, который позволяет организовать параллельное выполнение разных задач. Ну, в некотором роде такой фредпул. Ну, он не выглядит как фредпул, но под капотом фактически это фредпул. То есть менеджер параллельных задач. Один из, даже не знаю, как сказать, людей, которых я консультирую в плане компьютерной графики, я с ним обсудил, спросил, а что у тебя для нашего стрима нет ли, что показать. Он сказал, да есть. И предложил, чтобы мы порецензировали, посмотрели на менеджер его параллельных задач. Основное, на чем мы здесь будем сосредотачиваться, это параллельное исполнение кода, многонитивость, нити, блокировки, всякое такое. Ну, мимоходом будем цеплять какие-то различные гигиенические вещи. Опять же, для тех, кто впервые с нами, на всякий случай напомню, наша задача здесь не выпороть автора кода. Наша задача здесь посмотреть типичные ошибки, понять, почему так не надо писать код и разобраться в каких-то сложных вопросах, улучшить наше программирование. Ну, либо если мы в коде находим какие-то удачные решения, посмотреть, попробовать их запомнить и применять в дальнейшем. Ну, поехали. Параллельный менеджер задач. Как обычно, мы начинаем вообще не с кода, мы смотрим все, что рядышком. Первое, что здесь рядышком, ну, некая такая C++-ная штука, в других языках этой вещи нету. О ней мы уже говорили, не нужно организовывать ваши проекты C++-ные, отдельно хранить заголовочные файлы, отдельно хранить CPP-файлы. Это просто неудобно навигироваться. Когда я, например, открываю какого-нибудь, например, реализацию класса Worker, мне приходится довольно долго искать, а где же заголовочный файл. Современные инструменты навигации по коду в этом, конечно, помогают. Тот же самый ReSharper, у него есть горячие клавиши на смену HTTP-файла, но все равно не всегда есть под рукой ReSharper, не всегда он куплен. В целом глазами отсматривать код не очень удобно. В общем, не нужно использовать стандартную структуру папок, которую генерирует Visual Studio. Файлы нужно раскладывать по модулям. Это отдельный вопрос, как грамотно организовывать модульность вашего, проекта. В университете этому посвящается обычно года два различных объектно-ориентированных курсов по объектно-ориентированному программированию. Поэтому здесь мы углубляться в детали не будем. Следующий момент, куда мне охота зайти, это настройки проекта. Мы заходим в настройки проекта. Так, о, кстати, на стриме они видны. О, беда-то какая. Настройки проекта на стриме не видны. Так, а, ну, ладно, пофиг. Давайте настройки проекта в текстовом виде смотреть. Это небольшая проблема. Как здесь Visual Studio у C++ проекта открыть непосредственно его код. Вот у C-Sharp проекта это легко делается. Open Terminal. Ну, ладно, я вам сразу скажу, что у этого проекта, мы в него не будем заходить, я вам просто сразу скажу факт. У проекта выставлен уровень ворнингов третий. Это неправильно, это фактически ошибка. Простое гигиеническое правило. При компиляции проекта ворнингов быть не должно, и уровень ворнингов должен быть максимальный. Почему не должно быть ворнингов даже каких-то мусорных и неправильных? Потому что среди мусорных ворнингов вы можете пропустить что-то важное. Ну, а почему уровень ворнингов должен быть максимальный? Потому что это бесплатный способ нахождения дефектов в вашем коде. Почему вы не хотите пользоваться бесплатным способом улучшения вашего кода? Это, я не знаю, тут даже мотивации какой-то не нужно придумывать Это неразумно Интересный пример здесь язык программирования D Который лично я считаю самым прогрессивным языком Программирования общего назначения, который есть на данный момент С ним разве что TypeScript может посоперничать в плане прогрессивности Но тем не менее В языке D, например, у его референс-компилятора, эталонного компилятора Нету ворнингов Там сразу на уровне дизайна сказали Компилятор либо выдает ошибки, либо больше он ничего не выдает Понятия ворнингов нету И это правильно, потому что нормальная гигиеническая концепция Что у нас код компилируется либо чисто, либо он не компилируется Типа ворнингов быть не должно Развитие этой концепции это А зачем нам вообще ворнинги? Давайте все будет ошибками Примерно так Окей, поехали дальше Небольшая мелочевка Если вы разрабатываете под Windows На C, на C++, то если у вас И вы пишете DLL Здесь у нас библиотечный код И он компилируется в DLL файл Если у вас вот эта функция DLL main Вы в ней ничего осмысленного не пишете То вам она просто не нужна Удалите ее Потому что вот в таком вот виде эта функция Ну, мало того, что ничего не делает Она еще кучу ворнингов светит И этот проект был выложен у автора на GitHub Красиво оформлен с английской документацией Все такое Но при этом Автор, видимо, использовал Wizard Visual Studio Который генерирует по умолчанию Ну, нафиг нам в международном нашем проекте Какие-то тексты на русском Вообще этот файл не нужен Он генерируется по не самому удачному шаблону Например, вот Если подключать весь заголовочный файл Windows Edge То будет приезжать довольно много конструкций Они будут сильно замедлять Ну, не сильно, а замедлять процесс сборки То есть тут, например, не хватает Define Win32 Lean and Min Define Win32 Lean and Min Этот Define, он Отключает Редко используемый функционал Который приезжает из заголовочного файла Windows Edge В общем, стандартный шаблон По которому Visual Studio генерирует Вот этот код заглушки Он не самый хороший И это вообще верно Для большинства языков И сред разработки Не поленитесь Выправьте умолчательный Стрём Который генерирует среда разработки за вас Я почти нигде не видел Чтобы вот такие заглушки были нормальными И соблюдали все гигиенические правила И с ними было всё хорошо То есть если у вас есть какие-то умолчательные сгенерённые заглушки Не поленитесь Приведите их в порядок А лучше как здесь вообще удалите Поскольку Для DLL Если ваша функция DLL Main Ничего не делает А здесь она ничего не делает Она не нужна Ваша DLL По-прежнему останется DLL И без вот этой вот точки входа Окей, едем дальше Давайте к параллельному программированию Вот здесь у автора кода реализован свой собственный спинлок Свой собственный спинлок Если кто не знает Спинлок это структура данных Или тип Спинлок это тип Объекты которых обладают двумя операциями Локанлок И Семантика этих операций следующая Нить, которая зовёт Лок Либо попадает внутрь Проходит дальше Либо блокируется Если внутрь прошла уже Какая-то другая нить Когда какая-то нить зовёт Unlock Одна из нитей висящих на локе Проваливается дальше То есть лок у нас условно блокирующая операция Почему спин? Потому что Спинлок Работает В отличии от мьютекса Через Так называемый Бизи-вейт Занято Ожидание Ну или Бизи-ожидание В общем тут автор реализован спинлок И Сейчас мы будем говорить Безотносительно С++ Первое В параллельном программировании Что вы должны делать Это не реализовывать свой собственный спинлок Сама попытка реализовать спинлок Это уже ошибка Если вы простой программист И вы пошли писать спинлок То 20 раз подумайте перед этим Это если в общих словах Давайте разбираться более конкретно Тут Вот конкретно в этом коде В этом проекте Есть огромная куча Сейчас Относительно этого спинлока И процессуальных проблем И конкретных проблем Начнем с процессуальной проблемы Окей Любые системы программирования Языки Операционные системы В которых есть семантика Параллельного исполнения В которых есть нити Уже сразу предоставляют Средства синхронизации Стандартные Все современные системы Параллельного программирования Это Тридс Ну просто Тридсы в Windows Пи-фреды Встроенная система Параллельного программирования В Java В C-Sharp Везде уже есть Мьютексы Которые Семантически Делают то же самое Что спинлок Поэтому Всегда Когда Кто-то идет реализовывать Свой спинлок Это всегда оптимизация Это всегда утверждение Что Товарищи Спинлок Мьютекс Или вот Аналогичный По семантике Примитив Синхронизации Из стандартной библиотеки Тормозной Я сейчас сделаю быстрее Нету Никакой другой Мотивации Писать Свою блокировку Свой аналог Мьютекса Здесь Автор Пытался Пытался сделать Некоторую оптимизацию Автор утверждает Что стандартная Реализация Мьютекса Или даже Спинлока Более того Во многих Библиотеках Параллельного Программирования Есть уже Свои реализации Спинлоков Автор Здесь пытается Сказать Что Стандартные Реализации Медленные Я сделаю быстрее Процессуальный Момент Первый Как только Вы пишете Вот такой Вот код Оптимизации У вас Должны быть Тесты Производительности Небольшое Примечание Товарищи Про наш канал На нашем Канале Лично у меня Действует Следующая Аксиома Я Не рассказываю И Не обсуждаю То чем я Лично Профессионально Не занимаюсь На нашем Канале К сожалению Не будет Большого обсуждения Веб программирования Потому что Я не являюсь Профессиональным Веб программистом Вот Ровно По этой причине Любые обсуждения Кода Которые я делаю Это обсуждение Кода С точки зрения Продуктовой разработки Я не являюсь Профессиональным Разработчиком Библиотечного Кода Библиотек И все Что я рассказываю Прежде всего Применимо К продуктовой Разработке Конечного Продукта Многие вещи Конечно Не зависят От области Поэтому я тут Делаю небольшое Такое примечание Вернемся К нашему Коду То есть Если вот эта Оптимизация То Где Юнит-тесты И где Тесты Производительности Если Автор Этого Библиотечного Кода Заявляет Что Я сделал Тут Очень Быстрый Спинлог Который Ускоряет Мою Реализацию Менеджера Задач То где Доказательство Этого Факта Должны Быть Какие-то Тесты На которых Мы Легко Проверим А действительно Ли это Оптимизация И насколько Быстро При этом Если Вы кому-то Заявляете Что это Быстрая Реализация Вот это Уже Начинается Религия Вы должны Говорить Конкретные Замеры На конкретном Железе Сравнивать С конкретными Решениями Нельзя сказать Что это Быстро То есть Процессуальный Момент Первый Вот подобные Оптимизации Не должны Быть просто В вакууме И Вот так вот Лежать Как данность Потому что Здесь Реализовано Семантически Тот же самый Функционал Который есть Стандартной Библиотеки C++ И Нужны Веские Основания А почему Вы считаете Что ваш Код Будет Быстрее Должны Быть Модульные Тесты Какие-то Тесты Производительности Какой-нибудь Бенчмарк Который Позволит Людям Вашим Пользователям Проверить А все Ли Здесь Хорошо Окей Это Первый Процессуальный Момент Следующий Процессуальный Момент Почему Писать Свой Собственный Спинлок Писать Свой Собственный Примитив Синхронизации Это Ошибка Потому что Написание Своего Собственного Примитива Синхронизации Быстрее Чем Это Делают Профессионалы Которые Имеют PHD Которые Знают Архитектуру Процессора У которых Огромный Опыт Написания Чаще Всего 99% Программистов Не смогут Написать Свой Спинлок Быстрее Чем Стандартные Примитивы Синхронизации Работают Давайте Рассмотрим Конкретные Примеры Например В Java Есть Синхрониз Блоки Которые По сути Мьютексы Если Вы Со словами Что Ой Это Мьютексы Они Медленные Я Сейчас Пойду Напишу Свой Спинлок Вы Пошли Писать Спинлок Вы Уже Не правы Потому что Явовская Реализация До Какой-то Версии Явы Современную Яву Я не уверен Явовская Вот То есть Если Вы Пошли Писать Свой Спинлок Ребята Разберитесь Для начала Как работают Примитивы Синхронизации Стандартной Библиотеки А вдруг Там Уже Есть Спинлок Ну Давайте Посмотрим На этот Спинлок Чем Он Плох Как Спинлок Первое Чем Он Плох Вообще Чем Плох Любой Спинлок Тем Что Он Прожигает Центральный Процессор Выедает Производительность То Вот Наивная Вот Это Наивная Реализация Спинлока Чем Плоха Давайте Посмотрим Его Использование Вот У нас Есть Какой-то Код Который Может Выполняться Параллельно Несколькими Нитями И Мы Используем Спинлок У Нас Какая-то Нить Находится Вот Здесь Внутри Уже Что-то Делает Приходит Следующая Нить На Этот Спинлок И Начинает Бешено Крутиться Вот Здесь В Бесконечном Цикле Проверять А не Вышла Ли Другая Нить Вот Отсюда То есть Смотрите Представьте Что Эти Две Нити Выполняются На Одном Ядре Ага То есть Вот Эта Нить Которая Висит На Локе И Выедает Производительность Не Дает Другой Ните Выполняться Она Забирает Такты Центрального Процессора Это Первый Момент Второй Момент Батарейка Вот Такие Спинлоки Они Очень Сильно Жрут Батарейку Едем Дальше Вот Такая Наивная Реализация Спинлока Она Если Ну совсем На пальцах Очень грубо Говорить Она Продалбывает Кэши То есть Смотрите Что этот Спинлок Конкретно Здесь Делает Он Атомарно Все время Пытается Сделать Атомарный Compay And Exchange С Переменной То есть У нас Здесь У спинлока Есть Булево Переменная Разделяемая Между Несколькими Нитями У нас То есть Несколько Нити Приходится И все Пытаются Взвести Эту переменную В true Что кто-то Находится В Критической Нашей Секции И Вот эти Все нити Создают Огромный Трафик Памяти Вот в Эту Переменную Поэтому Господа Прежде чем Пытаться Утверждать Что вы Можете Написать Действительно Эффективный Спинлок Учитывающий Современные Архитектуры Процессоров Вы не можете Писать Примитивы Синхронизации Не учитывая Архитектура Современных Процессоров А вам нужно Для этого Знать Интел И Арм И Амд А еще Может быть У Сони Какой-нибудь На их Приставке Эзотерический Процессор То есть Прежде чем Садиться Такой Писать Прочтите Пожалуйста На эту Тему Книжку Как минимум Мориса Херлихи Прочитав Ее Вы поймете Что не надо Писать Свой Спинлок Когда Посмотрите Если вам Лень Читать Книжку Мориса Херлихи У него Есть Серия Докладов О том Как писать Свой Собственный Мьютекс С использованием Спинлока Эта серия Докладов Была В Итмо По-моему Четыре года Назад Есть на Лекции Я Чуть Позже Когда Запись Стрима Выложу На Ютуб Там Будут Ссылки А так Можете Поискать Итмо Морис Херлихи Они Там Прямо Описывают Как В Яве Реализован Мьютекс И Вот Чем Этот Спинлок Плох Правильный Спинлок Должен Иметь Фоллбэк Перестать Спинлочить И Уйти Не Прожигать Такты Центрального Процессора То есть Правильные Спинлоки Крутятся На Локальный Thread Local Памяти Они Не Создают Огромную Кучу Мемори Трафика В Разделяемую Память Правильные Спинлоки Не Выжигают Такты Центрального Процессора Правильные Спинлоки И вообще Любой Многонитивый Код Всегда Обложен Огромным Количеством Различного Рода Тестов Профилирования И тому Подобного И Вывод Из всего Этого Господа Не Пытайтесь Написать Свой Собственный Спинлок Чаще Всего Это Будет Фейл Используйте Стандартные Примитивы Синхронизации Или Если Уж Стандартная Библиотека Вам Не Позволяет В Каждом Языке Программирования Есть Куча Уже Готовых Библиотек Написанных Профессионалами Естественно Вся эта Тирада Не касается Учебных Целей Если Вы Просто Ради Учебного Интереса Решили Поэкспериментировать Пожалуйста Здесь Мы Сейчас Рассматриваем Код Предполагая Что это Код Для Промышленного Использования Что это Код Писался Не с целью Пообучаться Поиграться А Код Писался С целью Его Промышленного Применения И В настройках Этого Проекта Стоит Версия C++ 17 Соответственно Код Очень новый Ладно Если бы Этот код Был написан В 80 Какие-то Года Там Может быть Да Центральные Процессоры Были простые Возможно Можно было бы Написать Свой Спинлок Но Это Современный Код И Вот этот Спинлок Скорее Еще очень Большой Вопрос А реально Ли он Быстрее Работает Стандартных Примитивов Синхронизации Возвращаясь Тут К архитектуре Я сразу могу Сказать Что Вот Этот код Эта библиотека Она Не многоплатформенная Она Исключительно Под Windows Потому что Забегая Далее Вперед Можно Увидеть Что Здесь Для ThreadLocal Storage Используется Windows API Для ThreadLocal Storage Используется Windows API И Зная Этот Факт Зная Что Этот Код Совершенно Не Млагоплатформен И он Работает Только На Windows Я могу Сказать Что Не Не надо Писать Свой Спинлок На Windows Используйте Критические Секции Эффективнее Чем Критическая Секция Это Прям Windows API Critical Section Конструкция Мютекса Подобная Которая Позволяет Обеспечить Взаимное Исключение Которая Самый Минимальный Мютекс Который Есть На Windows Это Критическая Секция Используйте В вашем Коде Критические Секции Более Эффективного Примитива Синхронизации На Платформе Windows Просто Нет Более Мелкий Может быть Более Эффективный Примитив Это Уже Какие Атомарные Переменные Да И то Там Нужно Не Продолбать Кэши А Ну и еще Маленький Момент Относительно Гигиены Господа Всегда В блочных Операторах Мы всегда Пишем Фигурные Скобки Не надо Экономить И тащить В Бронзовый Век Инструменты Каменного Мека Я напомню Что Конструкция С фигурными Скобками И вот этот Синтекс С ифа С фигурными Скобками Пришел В C Шарп Джаву И C Плюс Плюс И С С Из 70-х Годов Тогда Оперативной Памяти Было Настолько Мало И Вообще Ситуация С вычислителями Отличалась Настолько Радикально От современного Мира Что Объем Текстовый Объем Кода Был Действительно Важен И Экономили Просто На всем Даже На фигурных Скобочках Сейчас же Отсутствие Фигурных Скобочек Это Потенциальный Баг Это Расставленные Грабли Везде Где вы Или люди Которые В вашей Команде Сопровождают Код По Недосыпу Напишут Что-нибудь Какое-нибудь Выражение И Приятной Вам Отладки Простой Гигиеническое Правило Ставьте Фигурные Скобочки Всегда Тем более Современным Инструментарием В Яви Это Соответственно IntelliJID В C++ Решарпер C++ В C Sharp Это Решарпер Там Можно Настроить Обязаловку Чтобы все Программисты Ставили Фигурные Скобочки В Блочных Операторах Простой Гигиеническое Правило И Напомню Правило Максимальной Защищенности Любые Сущности Любые Типы Должны По максимуму Использовать Средства Языка Для Защиты Очевидно Что Никто Никогда От Спинлока Не Будет Наследоваться Поэтому Даже Если Вы Начали Писать Свой Спинлок Не Забудьте Объявить Что От Вашего Класса Нельзя Наследоваться Окей С Спинлоком Я надеюсь Закончили Господа Если у вас Все-таки Возникает Вопрос А как Правильно Написать Свой Собственный Спинлок То Сначала Прочитайте Книжку Мориса Херлихи The Art of Multi Processor Programming Начните С нее И Посмотрите Серию Докладов Мориса Херлихи Нир Шавита О том Как Реализованы Спинлок Подобные Конструкции В Яве Несмотря на то Что там Они говорят Про Яву У них Абсолютно Универсальный Языко Независимый Подход Он будет Понятен Всем И Если Вам Интересно Уж Совсем С практической Точки Зрения То Максим Книжинский Крыжинский К сожалению Точно Фамилию Не помню Наш Соотечественник У него Есть Тоже Серия Выступлений На тему Логфри Программирования Параллельного Программирования Он демонстрирует Как очень Эффективно Делать Различные Конструкции Рекомендую Посмотреть Его Начните Вот с Этого Когда Вы посмотрите Как там Люди Пишут Спинлоки Вы поймете Что Вот такой Спинлок В три строчки Никуда не годится А если Вы уж Написали Свой Собственный Спинлок Ну И вы Пытаетесь Сделать Оптимизации Вы проверьте Что вы Реально Сделали Оптимизацию То есть Ставьте Вместо Этого Спинлока Банальный Мьютекс Стандартной Библиотеки И проверьте А есть ли Вообще Какое-то Ускорение Так Я смотрю У нас В чате Идет Бурное Какое-то Обсуждение Давайте Я Сделаю Небольшую Паузу Посмотрю Что у нас Какие-нибудь Вопросы Есть Так Говорят Что Шрифт Размывает Так Давайте Я попробую Побольше Шрифт Сделать Товарищ Space Greencat Так Ну вот так Уже Совсем Плохо Давайте Вот так Попробую Вот так Лучше Товарищ Магнита Спрашивает В каком Смысле Ворнингов Не должно Быть Типа Отключить Настройках Или Исправлять Ошибки Такие Все Конечно Исправлять Все Ворнинги Ну Естественно Иногда Нужно Подрегулировать Систему Ворнингов Потому Что Иногда Различные Системы Анализа Кода Дают Ворнинги На Какие-то Стилистические Оформленческие Моменты Например Вам Могут Давать Ворнинг Что У вас Какая-то Табуляция Неправильно Сделана Ну На Оформление Кода Понятно Нужно Просто Настроить Ворнинги На То Как Вы Оформляете Свой Код Но В целом Да Нужно Исправлять Ворнинги А не Отключать Товарищ Магнито Спрашивает А что Такое Спинлок И для Чего Он Нужен Товарищ Магнито Спинлок Конструкция Из параллельного Программирования Если У нас Есть Какой-то Кусок Кода Спинлок Или Вообще Любой Другой Примитив Взаимного Исключения Гарантирует Что в этот Кусок Кода У нас Будет Исполняться Только Одной Нитью Ну Сегодняшнее Занятие У нас Предполагает Некоторые Знания Из параллельного Программирования К сожалению Сегодня у нас Будет Больше Разговора Про Параллельное Программирование Меньше Разговора Про Общую Гигиену Так Окей Ладно Про Спинлок Мы Поговорили Едем Дальше Давайте Немного Тут Сейчас Отвлечемся От Параллельного Программирования Тут Забегая Несколько Вперед Здесь У нас Довольно Классическая Понятная Архитектура У нас Есть Таск Менеджер Такая Некая Точка Входа В нашу Подсистему Ну Понятно Класс Который Управляет Задачами Есть Класс Задача И Есть Класс Рабочий Который Отвечает За Отдельную Выделенную Нить Которая У нас Занимается Исполнением Ну то есть У нас Есть Рабочие Они Выполняют Задачи Есть Менеджер Этих Рабочих Рабочих Здесь У нас Полная Каша В плане Циклической Зависимости Воркер У нас Знает Про Менеджера Менеджер У нас Знает Про Воркеров Задача У нас Знает Про Воркера То есть Полная Каша Из Зависимости Между Классами В результате Чего Эти классы Можно Переиспользовать Только Монолитным Куском Если мы Будем Тестировать Мы не Можем Их Модульно Тестировать Мы можем Написать Только Один Большой Интеграционный Тест Который Проверяет Эту Систему Целиком Соответственно Если Что-то Сломалось Мы Дольше Будем Узнавать А где Именно Сломалось И При Сопровождении Кода Он Будет Сопровождаться Тяжелее Поэтому Здесь Нарушается Важный Принцип Модульности Никаких Циклических Зависимостей Быть Не Должно Это Первый Момент Второй Момент Уже Касается С Плюс Плюса Это Очень Редкий И Эзотерический Случай Когда Нужно Объявлять Друзей Класса Для Тех Кто Не Знаком С Тем Что Такое Друг В С Плюс Плюсе Можно Делать Исключение И Нарушать Инкапсуляцию Если Мы Какой Класс Объявили Нашим Другом Он Может Лазить В Нашу Приватную Секцию Просто Гигиеническое Правило Не Надо Делать Так Есть Очень Очень Редкие Ситуации Когда В С Плюс Плюсе Действительно Нужно Объявлять Друзей Но В 99 Процентах Случаев Друзья Это Банальное Нарушение Капсуляции И Код Можно Переписать Без Них Давайте На Примере Вот Этого Воркера Посмотрим А Зачем Ему Нужен Точнее Как На Воркер Наш Друг Давайте Посмотрим Реализацию Воркера Открываем Воркера Воркер Содержит В себе Ссылку На Таск Менеджер То есть Во-первых Это Циклическая Зависимость И Воркер Лазит В Некоторые Приватные Поля Таск Менеджера Как Правильно Нужно Было Решить Эту Проблему Таск Менеджеру Нужно Было Закрыть Интерфейсом И Воркера Передавать Ссылку На Интерфейс И Некоторый Код Который Здесь Находится Воркере На самом Деле Этот Код Должен Быть В Таск Менеджере Например Здесь У нас Воркер Пытается Найти Задачи У других Воркеров И Стырить Их Здесь Реализована Модель Work Stealing Воровства Работы У других Воркеров И Вот Этот Алгоритм Это Непосредственно Менеджмент Задач Почему Он Находится Воркере Вот Весь Этот Код Вот Он Лезет В Приватные Поля Таск Менеджера И Вообще Ничто Не мешает Этот Код Просто Сделать Кодом Таск Менеджера Но Автор Кода Либо С этой Концепцией Был Незнаком Либо Поленился И Сделал Здесь Друзей Простой Гигиеническое Правило Друзья Не нужны Перепишите Ваш Код Без Друзей Почти Всегда Это Возможно Зато Получится Код С лучшей Модульностью Окей Едем Дальше Давайте Еще Посмотрим На этого Воркера Здесь Допущена Некая Фундаментальная Ошибка Воркер Алгоритмически На уровне Идеи Что здесь Происходит Воркер Смотрит А есть ли Задачи Рабочий Смотрит Есть ли У нас Задачи Если есть Задачи Он их Выполняет Если задач Нет Он спит Разумно Подобную Конструкцию Реализовывать С помощью Условных Переменных То есть Конструкция На которой Мы засыпаем И ждем Пока Кто-то Не просигналит Что Есть Работа Во всех Системах Программирования Во всех Системах Параллельного Программирования P-thread В java В c-sharp Вот подобные Конструкции Условные Переменные На которых Мы ожидаем Если Открыть на них Документацию Они Говорят Следующее Что Делает Метод Wait Метод Wait Блокирует Исполнение Текущей Нити Она Перестает Выедать Такты Центрального Процессора Кванты Времени Перестает Получать От операционной Системы Пока Кто-то Ее Не уведомит Явно О том Что пора Проснуться Или Или Просто Ничего Не произойдет И нить У нас Случайно Спадет С Вейта Конструкция Называется Spurious Wakeups Соответственно Если мы Откроем Документацию На Conditional Variable Wait В C++ На самом деле Это не совсем Документация То есть Cpp Reference Нельзя назвать Официальной Документацией Это Мнение Авторов Которые Этот текст Писали Официальная Документация На C++ Истинно В последней Инстанции Находится В стандарте Программирования В стандарте Языка C++ Но Cpp Reference Неплохое Начало Для разбора В вопросе Если Внимательно Здесь Почитать Семантику Метода Wait То На Wait Мы Висим Пока Не Позовут Notify Либо Пока Просто Не Произойдет С Puria С Wake Спонтанное Пробуждение То есть С Wait Мы можем Спасть И просто Так Поэтому Простой Гигиеническое Правило Во всех Системах Параллельного Программирования Если вы Чего-то Wait На Условной Переменной Или Подобной Конструкции Это всегда Должно Происходить В Цикле По Некоторому Инварианту Собственно Документация На Wait Нам Это Говорит То есть Wait Всегда Нужно В цикле По Инварианту Это Вот Просто Аксиома Если Вы Используете Conditional Variable Условную Переменную Вот Ваш Код Всегда Должен Выглядеть Так И Никак Иначе Если Вы Напишите Иначе Если У вас Не Будет Явного Вот Этого Wait Это Возможность Накосячить Это Возможность Продолбать И Спасть С Wait Если Ну Понятно Если Какое-то Условие Не Произошло Ведь Мы Всегда Ждем Чего-то Вот Ну Давайте Вернемся В Код Если Внимательно Поизучать Вот Эту Конструкцию То На Самом Деле Вот Этот Wait Все Так Происходит В Некотором Цикле По Инварианту Но Только Этот Цикл Довольно Сложный То есть У нас Как Происходит Работа Нашего Рабочего Мы Проверяем Переменную Остановлены Или Мы Если Мы Не Остановлены Мы Делаем Работу Спим Но Вот Здесь Мы Делаем Слишком Много Работы Для Того Чтобы Узнать Что Работы Вообще Никакой Нет И Мы Спали Просто Так И В Подобном Коде Легко Совершить Ошибку Поэтому Вот Простое Правило Параллельного Программирования Если Используете Условные Переменные Всегда Они Должны Быть В Цикле По Инварианту Это Вот Просто Контракт Этой Функции Вариант Которого Вы Ждете Уже Сразу Можно Передать Функцию И За Вас Выполнят Вот Этот Самый Цикл В Других Языках Программирования Такой Штуки Нет Ну Это Не Сильно Сложно Написать Это Самому Отдельный Вопрос А Нафига Такая Конструкция Почему Существует Spurious Wake Up Откуда Они Взялись Ну Давайте Немного Расскажу Откуда Взялись Spurious Wake Up В разных Системах Программирования Мотивация За появление Вот этого Спонтанного Спадения Свейта Она Разная В операционной Системе Windows Я Рекомендую Почитать Вам Небольшой Цикл Статей Там Три Статьи По-моему Рейнмонда Чена Программист Из компании Microsoft Если не ошибаюсь Программирует Ядро Windows В частности Он Объясняет Откуда Соберутся У нас Нить С очень Высоким Приоритетом Чего-то Ждет Она Ждет Некого Условия И У нас Есть Нить С низким Приоритетом Эта Нить Обеспечивает Условия Но смотрите Нить же Обеспечивает Условия Не атомарно Она сначала Обеспечивает Условия То есть Что-то Меняет В нашей Оперативной Памяти А потом Шлет Уведомление Нити С высоким Приоритетом Но поскольку У нас Нить С низким Приоритетом Она с низким Приоритетом Ей Достается Мало Квантов Времени Представьте Что эта нить Вот эту Строчку Кода Выполнила И у нее Забрали Квант Времени И нить Тупит То есть Условия Выполнения Нити С высоким Приоритетом Уже Выполнено Но она Никак Не может Дождаться Пока Нить С низким Приоритетом Позовет На Тифай И Решение Этой Проблемы Как мне Рассказывали На некоторых Древних Солярисах Которые Работали На Процессорах Спарк Было Спурис Вейкапы В тех Системах Это Был Способ Борьбы С вот Этой Инверсией Приоритетов Высокоприоритетные Нити Могли Свейта Рандомно Спасть Обнаружить Что условие Уже Выполнено И не Дождаться Пока Им Просигналят О том Что Условие Верно То есть Вопрос Зачем Вообще Бывают Спурис Вейкапы В различных Системах Спурис Вейкапы Являются Решением Различного Рода Проблем В некоторых Системах Это Решение Проблемы С инверсией Приоритетов В некоторых Системах Это Решение Других Проблем Вот Например Виндус Рекомендую Почитать Блог Рэймонда Ченна The Old New Thing Также Почему Любой Вейт Всегда Должен Находиться В цикле По некоторому Инварианту Опять же Рекомендую Вам Прочитать Книжку Мориса Херлихи Это Решение Еще Проблемы Так называемого Ложного Пробуждения Есть Определенный Класс Ошибок При Параллельном Программировании Например Вот Опять же Во всех Системах Параллельного Программирования Если Кто-то Ожидает То мы Можем Разбудить Одного Вот Эта Система Условных Переменных У них Всегда Есть Три Метода Wait Ожидать Notify И Notify All На одной Условной Переменной Могут Ждать Несколько Нитей И Мы Можем Пробудить Ровно Одну Нить Среди Ждущих Либо Мы Можем Пробудить Всех И Все Нити Устроить Соревнования За захват Mutex Так Вот В целях Оптимизации Мы Можем Попытаться Будить Не Всех Хотя Это Плохая Идея На самом деле Мы Можем Будить Только Одну Нить И Мы Можем Там Получить А Не False Wakeup А Lost Wakeup Погуглите Что Такое Lost Wakeup Problem И Чтобы Никогда В своем Коде Не Получить Lost Wakeup Problem У Все Вейты Всегда Программирование Это даже не метод защитного программирования Это просто контракт функции wait у любой условной переменной Любой wait всегда должен быть в цикле по инварианту Все Если вы пишете wait не в цикле по инварианту То это шанс в каком-то сложном коде вам продолбать и все-таки упустить это Едем дальше Вот здесь у нас worker что делает? Он делает цикл по volatile переменной То есть То есть здесь у нас есть volatile Булево переменная И мы в цикле Ожидаем что Пока эту переменную никто не изменит Мы едем и Вот просто сходу Вот глядя на этот код С большой долей вероятности здесь допущена ошибка То есть опять же смотрите товарищи Вот здесь автор этого кода пытается использовать volatile переменной Как оптимизацию Надеюсь что чтение записи Atomarный переменной Volatile переменной будет сразу и атомарным И чтение записи с этой переменной сразу будет с правильными memory барьерами То есть первая процессуальная ошибка в этом коде Где тесты производительности Если вы меняете обычный mutex То есть по хорошему Здесь должно быть как Написано Пока Нет True Мы залочили mutex Если мы остановлены Return Ну и Либо нам mutex автоматом разлочат Ну давайте там У нас должна быть некая скобочность То есть автор здесь использовал volatile переменную Чтобы сделать некую оптимизацию И не делать лог mutex Если вы хотите реально сделать вот подобную оптимизацию То используйте атомарные переменные То есть используйте std atomic или аналогичные конструкции из других языков программирования Volatile переменные вот так не работают Причем вот это очень сложно отлаживаемая ошибка И очень сложно будет заметить баги Причем в зависимости от архитектуры процессора Где вы будете исполняться Там еще может быть какая-нибудь свистопляска Вот поэтому процессуальный момент первый Еще раз повторюсь Где здесь бенчмарки Которые проверяют А реально вот использование здесь volatile переменной Что-то улучшило Это первый момент Второй момент По поводу volatile переменных Опять же смотрите Вот здесь делается некая попытка делать log free программирование Здесь делается некая попытка работать с разделяемыми данными Без использования блокировок Очень мало людей в реальности умеют писать такой код корректно Я не являюсь специалистом по такому программированию Но я пытаюсь держать себя как минимум в курсе И я читал просто статьи Которые утверждают Что вот этот код он просто некорректен Да, кстати, возвращаясь к спинлоку Возвращаясь к спинлоку Есть ряд статей Которые в целом говорят Что в современном мире Вообще идея использовать спинлок Как примитив синхронизации Это плохая идея Прежде всего из соображений Что спинлок очень сильно выедает батарейку Здесь я вас отправлю к циклу статей Если не ошибаюсь Random Aski Программист из гугла Блок называется Random Aski У него есть целый ряд статей Которые объясняют Почему в современном мире не надо делать спинлоки Что нужно 20 раз подумать И 30 раз попрофилировать Перед тем, как использовать спинлоки Окей, ну давайте вернемся К нашим volatile переменным Окей, окей Здесь мы На тему условных переменных мы поговорили На тему того, что по умолчанию Используйте везде mutex Их сделайте сначала код корректным Обложите его модульными тестами И запустите на несколько дней Просто гоняться на каком-то сервере Это мы все с вами обсудили Едем дальше По поводу спинлоков И менеджера задач Вообще, как учебная задача Написать вот такой вот менеджер задач Свой собственный thread pool Это хорошая идея Почему в промышленном программировании Это так себе идея? Ну, во-первых, в Windows Сама операционная система На каждый процесс Причем не важно Это C-шарпный процесс C++ Просто Windows На каждый процесс Уже выделяет Пул нитей Он есть по умолчанию Поэтому не нужно писать свой Современные пулы нитей Которые пишут профессионалы Которые этим заняты full-time Они пишут очень мощные пулы нитей Которые реализуют Гораздо более сложные алгоритмы Ворования задач Эти пулы нитей Динамически адаптируются Под нагрузку Удаляя нити Неиспользуемые И создавая новые Когда у нас нагрузка увеличивается И вот Даже просто Если не смотреть На промышленные реализации Посмотрите на Код реализованный Тырине задач У Мориса Херлихи То есть Исключительно теоретическая Учебная конструкция Она уже Сильно сложнее Чем вот этот код И пытается бороться С различными Спецэффектами Пытаясь выжать Самые соки Поэтому у меня есть Очень большие сомнения Относительно Производительности Этого кода И его надобности Как учебная задача Ок Ну Тут по прежнему Везде пропущены Фигурные скобочки Давайте немного Поговорим О Опять же О гигиене кода Немножечко Отличемся От параллельного Программирования Гигиена кода Опять же Принцип максимальной Защищенности У нас переменная NFC Нигде дальше По коду не меняется Объявляем константной Пи-воркер Инициализируется Единожды И дальше нигде Не меняется Не забываем Объявлять Константной Любые наши методы Которые не меняют Нашего состояния Тоже надо бы Объявлять Константами То есть не забываем Принцип максимальной Защищенности Который является Просто частным Случаем Типизации Система типов Это система Формальная Позволяющая Компилятору Находить Различные Классы ошибок В вашем коде Чем больше Вы используете Вашу систему Типов Чем больше Вы накладываете Сами на себя Через нее Ограничений Тем больше Проблем В вашем коде Может Найти Компилятор Используйте Компилятор Как инструмент Нахождения Ошибок В вашем коде Поэтому Используйте Принцип Максимальной Защищенности Везде где Где вы можете Навешать Дополнительные Ограничения На тип Используйте Это Все переменные По максимуму Делаем Константными Если От класса Никто не Наследуется Запрещаем Наследование От него Едем дальше Тут был Один момент Который Хотел Обсудить Но он Такой больше Си плюс Плюс Но немножечко Си шарп Мы тут Затронем Вот здесь Автор пытается Сделать Некую Типизацию И Мы можем У менеджера Задач Спросить А сколько Рабочих У нас Сейчас Живо И в качестве Типа Автор Использует Unsigned Short Пытаясь Сделать Некую Экономию Скорее Всего Первое Правило Которое Поняли люди После Си плюс Плюса И реализовали Его в Си шарп И в Джаве Не Используйте Беззнаковые Типы Всегда Используйте Только Знаковые Типы То есть Не Используйте Unsigned Unsigned Short Unsigned Long По умолчанию Вам Умолчательный Тип Который Вы Используете Это Int Причина В Си плюс Плюсе И в Других Языках Следующая Очень Много Проблем При конвертации Например В Джаве Просто Нету Беззнаковых Типов Это Бездонная Бочка Различного Рода Мелких Ошибок При Приведении Типов И Мест Где Можно Прокосячить Есть Естественно Некоторые Исключения Если Нужны Беззнаковые Типы Чтобы Просто С Битами Работать Если Мы Пишем Какую Нибудь Например Графический Код Ну Например От нас Библиотека Трепуют Беззнаковые Типы Например Мы Пишем Какой-то Трехмерный Рендеринг И DirectX Или OpenGL Просто Требует От нас Беззнакового Типа Индекса Ну Нам Некуда Деваться Но По умолчанию В вашем Коде Вы Везде Должны Использовать Знаковые Типы Чтобы Не Продолбать И Не Накосячить На Границах Конвертации Как только Вы Заводите У себя В коде И Знаковые Типы И Беззнаковые Типы У вас Появляется Целое Множество Мест Где У вас Будет Конвертация Сравнение Одного С Другим И Это Все Возможности Во-первых Продолбать Где Где У вас В каком-то Очередном Месте Беззнаковый Тип Внезапно Не Влезет В Знаковый Тип И Вы Там Где То Получите Отрицательное Значение Различные Проблемы Со Сравнением И В Джаве На Уровне Просто Проектированной Языка Решили Эту Проблему На Корню Просто В Языке Не Стали Вводить Беззнаковые Типы В С Шарпе Беззнаковые Типы Все Таки Есть Несколькими Главными Мотивациями Одна из Главных Мотиваций Была Следующая Из С Шарпа Мы Должны Были Мочь Вызывать Windows API С Шарп Создавался Как Язык Программирования Под Windows И Это Странно На Windows Не Мочь Вызвать Windows API Windows API Это Древний API C Стайл Написанный На C И Там Очень Много Беззнаковых Типов Поэтому В С Ну Им Пришлось Вводить На уровне Языка Беззнаковые Типы Но В среднем Поплате Чистый C-Sharp Код Вот Просто Который Не Взаимодействует С внешней Средой Все Всегда Пишут Исключительно На Знаковых Типах Поэтому Не надо Экономить На Спичках Ваш Шорт Все равно В итоге На Центральном Процессоре И Везде Компилятор Скорее Всего Соптимизирует В какой Небудь Ин На Битах Вы тут Не Сэкономите А Возможно Даже Где-то И Проиграете Поэтому Вот В таких Вот Странных Местах Во-первых Не нужно Экономить На Спичках Если Вы Вот Такую Экономию Делаете А Вы Профилировали Вы Уверены Что Вот Здесь Вот Шорт Вам Хоть Что-то Ускорил Вот И И Использование Беззнаковых Типов Приводит Вот К Различного Когда На Границе Знаковых Беззнаковых Типов Забывают Проверки Делаются Какие-то Приведения Типов То есть Это Просто На корню Устранение Ошибки Используйте Везде Знаковые Типы У вас Никогда Не будет Проблем При Конвертации Из Одного Другой Простой Гигиеническое Правило Так Давайте Немного Поотвечаем На вопросы По теме Пока Далеко Не Уехали Вопрос От URIO TMAPI Это же Макрос Да Во что Он разворачивается Да Товарищ URIO Это Макрос Это Стандартная Идиома При Программировании DLL Сейчас Где Этот Макрос Там Был Сейчас Я покажу Во что Он разворачивается А Вот Он Он В DLL Экспорт Разворачивается Такая Довольно Стандартная Идиома Еще Из 90-х Годов Еще Тогда В C++ Ее Начали Использовать Чтобы Везде Не писать DLL Экспорт То есть Это Макрос Который Говорит Что Этот API Мы Экспортируем Из DLL Павад 001 Что за IDE Visual Studio А как же Экономия Байта 4 Байта Занимает Short 2 Байта Занимает Павад 001 Вы Вы Собираетесь Экономить 2 Байта На Переменной На Одном Гетере Во-первых Вы Ничего Там Не Сэкономите Во-вторых Это Чисто Гетер У вас На Центральном Процессоре Даже Нет 2 Байтовых Регистров На Современных Центральных Процессорах Там Все Регистры Вообще 64 Битные Там Даже 32 Битных Регистров Нет Там Абсолютно Все Эмулируется Использование Знакового Типа Уменьшает Диапазон Значений В 2 Раза Товарищ Павалт 001 Вот в том Примере Который Мы Рассматривали Давай Откатимся Так Сейчас Где там Воркер Да Нет Не Воркер Таск Менеджер Если Вам Важно Чтобы Ваше Число Влезало 65 536 Различных Объектов То есть От 0 до 65 535 Ну не Используйте Short То есть Если У вас Настолько Маленькое Число Вам важно Настолько Маленькое Число Ну используйте Инты Никаких проблем Не будет Еще раз повторюсь Есть Узко Специализированные Области Где действительно Каждый бит Имеет значение Например Мы занимаемся Кодированием Видео Или архивацией Там Это часть Предметной Области Что мы Работаем Просто с Битами И там Беззнаковые Типы Используются Как контейнеры Для битов Или мы Программируем Микроконтроллеры И мы Просто У нас Стандарт Бинарного Представления Это битовые Поля Мы Конечно Подобные Штуки Будем читать Структурами С Unsigned Интами Но при Программировании Общего Назначения При Вот таком Системном Программировании Верхнеуровневом Написании Классов Unsigned Типы Не нужны Если Вам нужен Этот Большой Диапазон Если Вам Инта Не хватило И вам Нужен Unsigned Я вам Больше Скажу Вам и Unsigned Не хватит Если Вам Не хватило Двух Миллиардов И точно Нужно Четыре Миллиарда Вам Скорее Всего И четырех Миллиардов Не хватит Используйте 64-битные Значения А 64-битных Заводчений Ну Вам уж Точно Должно Хватить Если Вам Не хватает 64-битных Значений То Скорее Всего Вы Пишите Какое-то Кодирование И у Вас Используются Целочисленные Типы Не Как Целочисленные Типы А как Просто Контейнеры Битов Ну Это Логически Странно Что Количество Может Быть Минусовым Спрашивает Товарищ FL TTL Если Я Правильно Прочитал Ник Смотри Товарищ FL TTL Здесь Да Возникает Очень Много Вот Таких Вот Вопросов Что Ой А как Мы Урезали Диапазон Значения В два Раза А как Мы Тогда Допускаем Возможность Наличия Отрицательных Значений Там Где Их Не Должно Быть Практика Показывает Что Использование Знаковых Безнаковых Чисел Чаще Приводит К Продолбом Чем То О чем Ты Говоришь Это Просто Евристическое Правило Я С ним Сталкивался На Личном Опыте То Я Программировал Очень Большую Систему Где Вот Была Эта Мишанина Эта система Называется Третьей Дальнобойщики Очень Большой Си Плюс Плюс Проект Где Люди Использовали Именно Мотивацию Которую Ты Говоришь Что Это Странно Что У нас Тут Не может Быть Отрицательное Значение Давайте Использовать Вот Это Безнак Безнак Значение Проблема В том Что В С Компилятор Не Гарантирует Никакую Типа Безопасность Если Тебя На Уровне Компиляции Тебе Запрещали Делать Конвертацию Из Одного В Другое И Была Бы Какая Это Действительно Типа Безопасность Но Типа Безопасности Нет А Есть Еще Куча Undefined Behaviors Где Ты Делаешь Сравнение Или Присваивание Ну То есть То есть Ладно В C-Sharp Например Нет Undefined Behaviors Но На границе Работы Знаковых Безнаковых Чисел В C++ Просто Есть Undefined Behaviors И Это Инженерный Принцип Который Например В Яве Просто Реализован Там Не стали Делать Без Знаковых Чисел Ровно По этой Причине То есть Эта Эвристика Опыт Промышленный Показал Что Уж Лучше Везде Знаковые Числа Инты Чем Вот И Использовать Эти Предположения В 32 Битных Компиляторах Нет 64 Битных Типов Там Даже Long 32 Битный По Вадну 0.1 Если Мы Не Говорим О Какой Узкой Области Программирования Микроконтроллеров То Где Вы Нашли Простите В 2021 Году 32 Битные Компиляторы Даже Как ты Говоришь 32 Битные Компиляторы Что Мне Не Совсем Понятно Нет Ну И Что Что Компилятор 32 Битный Ты Видимо Говоришь О Компиляции В 32 Битную Платформу Но Даже В x86 В древние Времена Когда Еще Не Было 64 Битных Процессоров Уже Тогда Везде Можно Было Все Равно Честные 64 Битные Числа Эмулировать Естественно Платформенно Зависимыми Типами Но Тем Не Менее Даже На 32 Битных Процессорах Почерк Почерк Уин 64 Был Даже В 2004 Году Поэтому Ну Смотрите Товарищи Опять же У нас Здесь Канал Мы Здесь Не Университет Я У вас Не Принимаю Экзамен Я Вам Оценки Не Ставлю Вы Вольны Со мной Вообще Как Угодно Не Соглашаться То есть Здесь Канал Где Я Стараюсь Поделиться Каким-то Своим Промышленным Опытом Программирования Вот Ваше Право Не Согласиться И Пойти Программировать Ровно Так Как Вы Считаете Нужным Но Мой Опыт И Опыт Моих Коллег Говорит Об обратном Кстати Возвращаясь Немного К Дальнобойщикам Третьим Смотрите Товарищи Там Какая Была Интересная Ситуация Я Был На Втором Курсе Когда Я Уже Начал Программировать Третьих Дальнобойщиков И Я Вот Эту Проблему Заметил То есть Я Шарился В ходе И Все Время Напарался На Подобные Косяки А потом На Лекциях Джави И С Плюс Плюс Их Один Лектор Читал Он Наше Внимание Явно Обратил Он Сказал Товарищи А зацените В Яве Беззнаковых Типов Нету Они На Фундаментальном Уровне Порешали Эту Проблему И До Меня Такое Сознание Доперло То есть Если Вам Не Нравится То что Я говорю То есть Вы Не согласны С моими Доводами Поразбирайтесь Тогда В вопросе А почему В Яве Не сделали Беззнаковые Типы Или Почему Например В C-Sharp Нигде Нету Какой-то Прям Рекомендации Использовать Беззнаковые Типы И почти Весь C-Sharp Код Везде Используют Знаковые Типы То есть Задайтесь Вопросом А почему В C-Sharp В очень Хорошо Типизированном Языке Метод Length У Массива Возвращает Int Не просто Жи так Это делали Вот Можете Задаться Вопросом Попробовать Поразбираться То есть Ну раз Люди Так делают Значит В чем-то Есть проблема Вот Если вы Не верите Мне И Не согласны С моими Аргументами Ну не знаю FL-TTL Ну не знаю Зачем тогда Все сетевые Протоколы С беззнаковыми Числами Работают FL-TTL Смотри Это ровно То исключение Которых я сказал Выше Я уже Про это Сказал Исключение Это Низкоуровневое Программирование Микроконтроллеров И в сетевых Протоколах Целые числа Это на самом деле Не целые числа Это битовые флаги То есть Если ты посмотришь Заголовки Каких-нибудь UDP Или TCP Там зачастую Вот у тебя Unsigned Поле 32-битное Оно не как число Используется Это просто Битовые флаги Поэтому там работают С беззнаковыми числами Это самый низкий уровень Где экономия Очень критична Где выжимают Все соки Из железа И это очень узкая Просто специализированная Область Где большинство Использования Вот этих чисел Это на самом деле Не использование чисел Это битовые контейнеры На самом деле Но IP и порт Точно как числа Используют И хочу заметить Что в итоге Использования И им не хватило Ну то есть Смотри Мотивация Давайте IP у нас будет Беззнаковым числом Ну чтобы побольше было Да Что хватило Не хватило Пришлось Пришлось Делать Новый стандарт IPv6 Вот Это к вопросу Мотивации Что мы теряем Половину диапазона Чуваки Если вам 32 бит Вам нужны Вам не хватает Диапазона 2 миллиардов Вам нужно 4 миллиарда Скорее всего Вам и 4 миллиардов Не хватит Собственно История С IPv4 Это и показала Ну правда На протяжении Большого числа лет Ну еще раз Опять же Сетевое низкоуровневое Программирование На уровне TCP IP Это Программирование Которое уже близко Чуть ли не к физике Ну то есть На уровне TCP IP Ну все Ниже уровень Уже все идет Программирование Там уже нет Программирования Ниже уровнем Поэтому да Это исключение Это очень узкая область Про нее я уже говорил Даже до твоего вопроса Что там где вы Используете числа Как хранилище битов Где вам действительно Очень критично Где возможно У вас какой-то Низко Как-то малоресурсный Микроконтроллер Где действительно Вам важны Каждые биты Нужно выжать Каждый сок Это очень узкоспециализированный Код Который Ну Отдельная предметная область Мы про нее не говорим Там да Там ну Придется использовать Безнаковые Типы Ну еще раз напомню В C и C++ Нету никакой Типовой безопасности При переходе Сайнет Инт в Инт То есть те кто говорят Что ну а как же так Мы для представления Длин Используем Потенциально Отрицательные числа Я вам спрошу Товарищи А что в C++ Есть какая-то Типа безопасность Относительно этого Меня компилятор Где-то ударит По рукам Что я Минус один Попытаюсь записать Безнаковое число Да ладно А антифайных Бехейверы есть Ну ладно Мы немного Отвлеклись От Рассмотрения Нашего кода От рассмотрения Нашего Таск-менеджера Так у нас Стрим уже идет Час Семнадцать Давайте еще Посмотрим На Какие-нибудь Куски Ну сосредоточимся Опять же на Параллельном Программировании Ну Паут 001 Да Это вот еще Одна из мотиваций Использовать Тинт Поскольку Это гарантированно Целое число Которое Будет С С максимальной Скоростью Работать Платформе Назависимое Окей Окей Что еще нам Тут посмотреть Ну опять же Небольшая C++ вещь Define Max Worker 128 Программируем Вроде как На C++ 17 А все еще Используем Define Для Все еще Используем Define Для Обозначения Констант Ну конечно же Эта штука Должна быть Статическая Статическая Констант Окей 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 Давайте посмотрим Снова Так Ну на Worker мы смотрели Так вот Давайте на Менеджера Посмотрим Итак Причем Профилирование Функциях Он будет уничтожен Когда ему его Не создавать Не надо делать Глобальную переменную Вот к вам Кстати Очень хороший Код Вот относительно Программирования Под Windows Смотрите Товарищи Вот это Это DLL Да То есть Вот здесь У нас Написан Код DLL Разделяемой Библиотеки То есть Внимание Прикол Смотрите Разделяемая Библиотека Она же Подгружается Единым Экземпляром В несколько Процессов Да Внимание Вопрос вам С точки зрения Операционной Системы А что Вот этот Инстанс Будет создан На каждый Процесс Один Или Или Будет У каждого Процесса Своя копия Инстанса Вот этого Таскменеджера Ну ладно На самом деле Ответ очевиден С точки зрения Операционных Систем Ну Ровно Эти моменты И Должна Разруливать Вот это Мейн Функции Ладно Ставлю вам Как домашнее Задание Вот этот Вопрос А сколько В итоге Если эту Библиотеку Будет разделять Несколько Процессов А сколько Копий Таскменеджера В итоге У нас Будет Одна Или По копии На каждый Процесс Я вам Не буду Давать Решение Этой Задачки Сами Попарьтесь Окей Окей Так У нас Тут Есть У нас Есть Таск Окей Ну вот Здесь Не очень Безопасный Код В каком Плане Таскменеджер Принимает Указатель На Chain Контроллер То есть Мы Обычный Наш Таск Принимает Вот этот Указатель Но тут Нет Никакой Гарантии Что Никто Не удалит Этот Указатель То есть По хорошему Здесь Надо бы Принимать Шарит ПТР Потому что У нас Многонитивая Программа Куча Мест Которые Могут Владеть Нашим Chain Контроллером И Как нам Гарантировать Как нам Вообще Добиться Гарантии Что Кто-то Внешний Ну мы здесь запоминаем В нашем Таске Chain Контроллер А вдруг Кто-то Его Захочет Удалить Так Сейчас Момент Тут Момент Момент Ага То есть Здесь Хотелось бы Все-таки Если дизайнить Вот эти Классы То какой-то Контроль Времени Жизни Объектов Так Некоторые Вопросы Почему не Констэкспорт Юрио Конкретно В этом Коде Ну А Почему Там Не Констэкспорт Ну Конкретно В том Коде Который Написал Нет Разницы Конст Или Констэкспорт Ну Можно Констэкспорт Ради Единообразия И по Принципу Чтоб Не вдумать Да У меня Просто Нету Большого Опыта Писания На C++17 Поэтому У меня Все еще Привычка Использовать Констэкспорт А так Да Везде Нужно Констэкспорт Пихать Также Товарищи Хочу Обратить Внимание Опять же С точки Зрения Параллельного Программирования Автор Кода Здесь Использует Windows API Thread Local Storage Но Если Мне не Изменяет Память Стандартной Библиотеки C++ И в Стандартной Библиотеке Любой Параллельной Системы Программирования Ну что в Java Что в C Sharp Есть уже Встроенный Thread Local Storage То есть Есть STD Thread Что нету STD Thread Local По-моему Есть Thread Local Как это Там Оно Называется Прямо Прямо Точно Использовать Чистый Windows API Такое Небольшое Примечание То есть Здесь Код Ну Такой Нормальный А Кстати В плане Именования Переменных Ну Еще Есть Некая Мотивация Для полей Класса Везде Писать Префикс М Ну Ну Вот Все Остальные Префиксы Вот Вроде CV N Вот Использовать Вот эту Венгерскую Нотацию Она только Замусоривает Код И становится Сложнее Читать Ну И Есть Опять же Довольно Спорный Момент Использования Префиксов Потому что Среда Разработки И так Нам Подсвечивает Все Локальные Переменные И Поля Классов Они И так Подсвечены Если Кто-то Говорит Что Код Смотрится Не только В среде Разработки Но и В системе Рецензирования Кода То Мой Ответ Такой В системе Рецензирования Кода Настолько Все Плохо Что Нормальное Рецензирование Кода Можно Сделать Только В среде Разработки В компании Где я Сейчас Работаю Это Ну Такой Некий Полустандарт Дефакто Мы почти К этому Пришли Все равно Какую-то Мелочевку Мы смотрим В системе Рецензирования Кода Но Полноценно Нормально Сделать Действительно Код Ревью Можно Только В среде Разработки А в среде Разработки Нет Никакого Смысла Использовать Вот эти Префиксы Все В современной Среде Разработки Всегда Умеют Подсвечивать Разными Цветами Поля И локальные Переменные Поэтому Вот эти Вот префиксы Это только Мусор Который Делает Слова Тяжелее Мне все Время Вот я Смотрю Мне все Время Приходится Глазами Скипать Первые Три Четыре Символа Пока Я не Дойду До Переменной Ну Реально Приходится Напрягаться Окей Окей Кстати Давайте Поищем В Коде Есть ли У нас Здесь Вызовы Исключительно на Тифай Вот здесь Кстати Давайте Автора Похвалим Он При Программировании Conditional Variables Кстати Магическая Константа Автор Здесь При Программировании Условных Переменных Использует Notify All Внимание Вопрос Почему При Использовании Условных Переменных В любых Системах Программирования В Java В C++ В C-Sharp В P-Thread Где угодно Нужно Всегда Использовать Notify All А не Notify Ну тут Первая Вообще Мотивация Почему Можно Вообще Захочется Звать Notify Не Notify All Попытка Звать Notify Это Оптимизация То есть Когда Мы Будем Все Нити Спящие На Условной Переменной Они Все Пробуждаются Им Всем Производительности Я За Весь Свой Уже Там Больше Чем 10 лет Опыта Программирования Параллельных Систем Ни разу Не видел Чтобы Notify All Приводил К Проблемам Производительности Ну В тех Системах Которые Программирую Естественно Наверняка Есть Mission Critical Очень критичный По производительности Системы Где приходится Звать Notify А теперь Внимание Прикол Где Может Продолбать Notify Давайте Подумаем Вот у нас Есть Условная Переменная Да Давайте Представим Что мы Реализуем Условную Переменную Мы Пишем Ядро Ну Это все Естественно Умозрительная Система Понятное Дело Что Условные Переменные Реализуются Гораздо Сложнее Но Представьте У нас Есть Условная Переменная И Нам Нужно Организовать Ожидание Нитей На этой Условной Переменной То есть Нам Нужен Какой Нам Нужен Некий Контейнер В который Мы будем Складывать Наши Пришедшие Нити То есть Как у нас Будет Выглядеть Wait Псевдокод Wait В нашей Реализации Словной Переменной Мы В наш Контейнер Спящих Нитей Добавляем Нить Как Будет Выглядеть Notify Как У нас Будет Выглядеть Notify И Notify All Ну Notify All Будет Выглядеть Понятно Как Для Каждой Нити В нашем Контейнере Пишу Псевдокод Конструкция Конструкция Абсолютно Языко Независимая Каждую нить Будем И И очищаем Контейнер Ну тут все понятно Да Тут не должно быть Вопросов Давайте Реализуем Notify А вот тут Хитрее Смотрите Нам нужно Разбудить Всего Одну Нить У нас Есть Контейнер В котором Лежит Н нитей Какую Нить Убрать Поскольку Мы Пишем Систему Параллельного Программирования Скорее Всего Мы Находимся Где-то В ядре Операционной Системы Или Близко К этому Мы Здесь Боремся За максимальную Производительность Какой Самый Эффективный Контейнер Для хранения Чего бы то ни было Это Массив Связный Список Продалбывает Кэши Все что Не массив Все что Не непрерывный Кусок Памяти Продалбывает Кэши Окей Поэтому Контейнер Это у нас Некий Некое Подобие СТД Вектора Или Листа Из C-шарпа Или Эррей Листа Из Джава Нам Нужен Непрерывный Кусок Памяти В Непрерывном Куске Памяти Добавить Ну когда он у нас Такой псевдодинамический Добавить элемент Быстрее всего В конец Ну то есть Как работает Эд В любом Подобном Динамическом Контейнере На массиве Мы добавляем В конец Увеличиваем счетчик Как быстрее всего Удалить Ну естественно Удалить последний элемент И Счетчик сменить То есть на самом деле Самая Быстрая реализация Ну по скорости Это стэк А теперь Внимание Прикол Мы написали Вот такую Систему Представим Ситуацию Куча нитей Ждет И приходит Последняя нить Ждет Мы зовем Натифай Эта нить Пробудилась Поделала 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 Что-то Снова ждет Снова Пришла В конец Мы снова Будем Одну нить В итоге У нас Будется Всегда Одна Итажа Нить То есть Смотрите Товарищи Если В системе В реализации Условных Переменных Кто-то Сделает Вот такую Оптимизацию Напишет Вот такую Реализацию И вы будете Звать Натифай Вы можете Вполне Себе Отхватить Отхватить Вот этот Баг Причем Эта История Это Реальная История Из Разработки Одной Большой Промышленной Системы Я в Этой Разработке Не принимал Участие Но мне Реально Рассказывали Люди Что Им Это Стоило Нескольких Дней Отладки Они Использовали Просто Один Натифай У них Всегда Будилась Одна И та Женеть Из-за Того Что Реализация Условной Переменной Была Вот На Таком Вот Стэке Поэтому Это Простая Практика Защитного Программирования Всегда Использовать Натифай Ол И Только Если Профилирование Вам Показало Что Из-за Натифай Ол Реально У вас Тормоза Ну то есть Как профилированием Узнать Что Из-за Натифай Ол Тормоза Ну Замените Натифай Ол На Натифай И посмотрите Насколько Все Ускорилось Товарищ Магнито Стэк Не подходит Получается Ну как Не подходит Подходит Натифай Не надо Звать Вот Ну то есть Стэк Это очень Эффективная Получается Реализация И Те Кому Все таки Нужно Выжимать Воду Из камня Те 20 раз Обложатся Тестами И будут Звать Натифай А для всех Остальных Простых Граждан Звоните Натифай Ол Простая Практика Защитного Программирования Поэтому Здесь Автор Этого Кода Молодец Что Всегда Будет Всех Еще Если Звать Натифай Можно Продолбать Так называемый Lost Вейкап Проблем Но это Немного Другая Конструкция Немного Другой Класс Ошибок Я уже Вам Рекламировал Почитать Про этот Класс Ошибок Ну вот Дарт Леопольд Уже Да Всем За спойлеры Ответ На эту Небольшую Задачку Про ДЛЛ И Операционные Системы Да Копия Менеджера Конечно же В каждый Процесс Своя Будет Это Действительно Так Потому что Процессы В каждой В своем Виртуальном Адресном Пространстве Исполняются Итого Товарищи На сегодня С код ревью Все Давайте Подведем Небольшие Итоги Опять же Вещи Которые Мы Сегодня Рассмотрели Спинлоки Не пишите Свои Спинлоки Если Вы Собрались Писать Свой Спинлок Для Начала Прочитайте Фундаментальную Литературу На тему Параллельного Программирования Как писать Спинлоки Потом Почитайте Архитектуру Современных Процессоров И Выясните А действительно Нужен вам Спинлок А не выжарит Он вам Всю Производительность На эту тему Фундаментальные Книги По реализации Локов Морис Херлихи Его Книга С авторствой С ниршавитом Смотрите Лекции Этих товарищей На ютюбе О реализации Своих Собственных Блокировок И Читайте Блок Рэндом Рэндом Аски Где этот Товарищ Рассказывает О том Что Спинлоки На современных Процессорах Это очень Неэффективная Конструкция Едем дальше Что мы Рассматривали Любые Вейты Всегда Должны Быть В цикле По некоторому Инварианту Любые Блочные Конструкции Всегда Должны Иметь Фигурные Скобки Не надо Делать Какие-то Такие Типизированные Префиксы Лучше Используйте Действительно Типизацию Чтобы Вам Ошибки Типов Отлавливал Компилятор А не Ваши Глаза Проверяли Что У обоих Переменных Здесь Стоит N 20 раз Подумайте И проверьте Корректность Ваших Volatile Переменных Если Вы Используете В вашем Обычном Коде Volatile Переменные И вы Не Являетесь Специалистом По Log-free Программированию Скорее всего В вашем Коде Ошибка В вашем Параллельном Коде Напишите Исчерпывающие Модульные Тесты Тесты Производительности Если вы Делаете Какие-то Оптимизации И Стресс Тесты На ночь Если Вам Очень Сложно Протестировать Какие-то Вещи Вроде Volatile Переменных Иначе С большой Долей Вероятности Ваш Код Не Работает И Раз в Год Будет Стрелять Очень Сложно Отлавливаем Багами В плане Проектирования Не Должно Быть Никаких Циклических Зависимостей C++ Особенность Никаких Френдов Используйте Принцип Максимальной Защищенности Константы Везде Где Можно И Вот Здесь Вот Мы Забыли Посмотреть Автор Этого Кода Не Проверяет Пред и Пост Условия То есть Сюда Нам Приходит Указатель На Таск Менеджер Нету Никаких Проверок Что Таск Менеджер Не Нал Здесь Наверняка Не хотят Чтобы Таск Менеджер Был Нулевым Поэтому Сюда Ну Принимайте Ссылки Ну Как Минимум Поставьте Ассерты Здесь Нигде Нету Вообще Ни Одного Ассерта Я в Коде Не Увидел Нет Никаких Проверок Пред и Пост Условий Над Этим Всем Надо Поработать На этом Наш Код Ревью Товарищи Мы Заканчиваем Плавно Переходим К Вопросам Ответам Пока Вы Придумываете Ваши Вопросы Которые Вы Не Успели Задать Повторюсь На Стримах Я все Таки Ну Вот так Вот Интенсивно На Публику Говорить Для Разношерстной Аудитории И Фиксированное Время У нас Нету Возможности У меня Посвятить Стриму Сразу Четыре Часа Поэтому Если Вы Хотите Чтоб Ваш Код Не Просто Посмотрели На Стриме Если Вам Полутора Двух Часов Которые У нас Здесь Есть Пишите Мне Можем Договориться Об Индивидуальном Код Ревью Дарт Леопольд Ну С тобой Мы договорились Твой Код На Следующем Стриме Про TM API А Аутор Я отвечал На этот Вопрос TM API Это Макрос Который Делил Экспорт Он Заменяет Большое Двойное Слово Decl.spec DLL Экспорт Этот Макрос Подменяется Ключевым Словом Компилятору Что Эту Конструкцию Нужно Экспортировать Из DLL Виндоус Разделяемые Библиотеки В линуксе Это SO файлы Shared Object Виндоус Это Dynamic Link Library В винде Из DLL Можно Экспортировать Не только Функции Но и Целые Классы В линуксе Я не знаком С этим Функционалом Не уверен Что в линуксе Из SO Можно полноценный Класс Экспортировать В винде Это можно Делать Ну в винде При разработке Visual Studio Я гораздо Больше Специалист По Винде Неже Линукс Или Солярис Продолжение следует Продолжение следует